Взять какого-то сейвового керри, который, возможно, может и потерпеть даже на своей лёгкой линии, какое-то время не выносить фарм, и Enchantress будет гангать мид. А мы видим от Imperial Phantom Assassin, и это Phantom Assassin, я так понимаю, в мид, батарайдер в лёгкую, Undying, Rubik, Off-Linia, плюс один. Ну, мне так видится пока. Phantom Assassin в миде по-прежнему может стоять, да, и под фиксель, конечно, даггер, но... Ну, это на первом уровне, она в миде очень быстро набирает экспириенс, то есть на третьем уровне даггеру уже неплохо, на четвёртом как бы всё по-старому. Седьмой уровень в миде появляется довольно-таки быстро, так что ничего страшного нет. Да, на первом не получится харассить, вот это закидывать, сбивать фласки всевозможные, но неприятно. Ну, я думаю, раз пикают, значит, что-то знают об этом. Ну и против фантомки, смотри, какого героя взять? Нужно что-то с хорошим, либо магическим раскастом, либо что-то, что соберёт МКБ потом. Может быть, джиггернаут какой-то, может быть, самим снайпером сыграть, он тоже себя неплохо должен чувствовать против фантомки, сейчас ей рейндж подрезали. Снайпер попадать будет очень редко по фантомке на линии, и в принципе... Ну, шлопнелька третья, вот это удобно. Ну да, но с другой стороны, если фантомка потом в тебя выгрызётся, то есть ты ей с руки дамеджа фактически наносить не будешь на снайпере, потому что если она соберёт какой-нибудь банальный пурменшилл, то дамедж, который будет по ней проходить, если он будет, конечно, по ней проходить, он будет очень маленьким. Стоп, это нага не саппорт, это нага на король, и что-то это дерзко, если честно, против Империал, которые играют агрессивно, пикнуть нагу, есть только задумка, что она будет играть не через Радианс. Не настолько агрессивный сейчас пик у Империал, то есть, возможно, можно их будет растянуть по карте, выиграть время. У них пока проблема с заходом на хайграунд. ТВРа бить действительно будет трудно. Рубик, Андайанг, не такие пушеры, фантомки непосредственно надо на хайграунде находиться, а это не очень удобно. Поэтому пока нет пушеров вышек, нага смотрится не так плачевно. Она действительно может собрать Радианс. Вот минус Жгернаут, о котором я говорил, то, что он смотрится против фантомки здорово. Он и МКБ может собрать, и с Омни Слэш ее хорошо пробивает, если вдруг какая-то стычка будет. Что забанить МНП? Какой герой может появиться на Азилейн, который неплохо сносит Ра? Вот все тоже пугно напрашивается. Она и с Аганимом вроде как неплохо с иллюзиями справляется, но это Аганим надо собрать. Банят Бруду вообще, МП. Ну это Бруда Оффлейнер же должна была быть. Хотя тут на Азилейн кого угодно можно поставить. Ну типа Бэтрайдера в мид. Бэтрайдера в мид. А, легкую фантомку. Ну можно было, конечно, и так сделать. Куин оф Пейн. А ну это Клопа в мид, значит, пойдет, а Наган на Азилейн. Клопа хорошо против фантомки. Магический берст сильный у нее. Ну и эскейп есть хороший очень, даже если на тебя ворвались, ты всегда можешь отступить. Именно так. Ну и Империал. У них еще есть время подумать. Пугна. Скандирует зал. В лице одного человека пока. Ну не знаю, не знаю. Может быть и Пугна. Рассказ все-таки дорогой у Куин оф Пейн. Но Пугна это такой герой, который тебе говорит сразу твоему противнику. Вот если у меня не получится до 30-ой, то все. Потому что Нага, ну, не знаю. Шторм Спирит. Все-таки фантомка будет стоять на легкой линии. Хотя могут и Шторма постоять на легкую. Именно Эхэст Джироттон. Нету оффлиния Эхэст Джироттон. Ну, возможно, это будет Бэтрайдер Undying оффлиния. Рубик Фантом Ассасин на топе. Бэйби Найт в миде. Может быть вот так. Все будет выглядеть. Но все равно нет героев, которые на хайграунд заходят. Ну вот, вышки пушат хорошо. Шторм не в их числе. В пятером ты собираешься и начинаешь... Есть какие-то барабаны. Владмир там, Лайтстоун есть. Да, ты можешь поколотить. Поставить какую-то тамбу, которая будет зонить. И через это все пробиваться. Ну, там, опять же, есть Никс, есть Шадоу Демон. Очень хорошие герои, которые могут откидываться из-за тавера. Бороться с ним будет трудно. Фаерфлай. Сейчас посмотрим на план Империал. Первую карту они показали. Очень крутую. У нас тут же ставится пауза. Рай ставит паузу. А мы пока представим команды и кто на ком играет. Энви будет играть на Queen of Pain. Нахт, Никс Ассасин, 1437, Шадоу Демон, Ауи 2000 будет катать на Наги и СВГ, Энчантрас. Датчане из Империал. Эйс на Фантом Ассасин, Бэйби Найт в миде, на Шторме, Хэстеджи Ротан на Оффлайн Бэтрайдере, Рис на Рубике и Ноэн на Андаенге. Команда Империал. Победители Вэзга. Ребята, которые отправятся на чемпионат мира уже в начале следующего года. Причем в самом начале. Насколько я знаю, там первые числа января. И у нас начинается. Хотел бы в Китае, Ваня? Нет, спасибо. Хватило? Да нет, ну сам-то Китай еще ладно. Турнир просто... Не, ну последний-то был неплох. Все довольны вроде как. Мделом? Да, то, что и игроки хорошо отзывались, и действительно никаких задержек, никаких неполадок не было. Возможно, это знак, это знак, что сильно были обеспокоены ребята из Китая тем, что вот ни при каких обстоятельствах мажор не достался бы этому региону в этом году. Поэтому, может быть, они возьмутся за ум. Но, с другой стороны, был еще и Нань Йонг на корабле, который... Так. Вернулся на корабле. Нань Йонг на корабле. Ну это было так. Находят ребята из Империал сейчас Shadow Demon. Он пытается уйти, но с каждым стаком он становится все медленнее. Медленнее. И скоро его настигнет какой-нибудь Рубик или он все-таки уйдет по Тауру. Похоже, уходит. Похоже, уходит. Не догнали. Если бы... Если бы у Рубика был Виндлейс. Если бы у Фантомки был нефикшенный даггер. Да. То ей бы... Было чуть проще его сейчас замедлить и размотать. Беда печали. Ну что же. Вот вроде фикс, да? Рейнджа на первом уровне. А уже... Ощущается. Энви. Получает Дикей. Тычку. Ну забирает он здесь, конечно, Балантюру. Но правда пришлось наловить очень много тычек через Дикей. Пробивают очень круто. Райс. А что не стал поднимать? 14.37. Слушай, какие-то замесы вообще неадекватные. Их из Джиротт находит... СВГ. А что он здесь делает? А у него нет Тепаута. Нет Тепаута. Есть Виндлейс. Он очень быстрый. Это же Энчантрас. Хотя, возможно, до 10 стаков доведет. Ну да. А что? А вот Дикейчики сейчас пойдут. А у него с ХП не все так замечательно. Попытка сделать бодиблок. Вот он Телекинез. И это Фердблот. Очень больно. Очень больно. Под 8 стаками. Под 8 стаками. Фердблот для Хеста Джиротт. Отличное начало. Для него на линии. Но в это время саппорта, конечно, очень много времени потратили, чтобы догнать. Чтобы догнать этого товарища. И Фантом Ассасин понимает, что стоять против Наги и Шадоу Демона ей не хочется. Поэтому она перемещается вниз. И Страджиротт летит наверх. Хочется, конечно, Фантом. Слушай, Энви здесь сыграл в очень опасную игру. У него осталось 12 ХП. Он получает ДК. Ему сбивает Фласку. ТП у него еще в КД. Тычка раз. И тычка... Ой, нет. Выживает еще. Блин, будет скоро. Ну, он потратил здесь все ресурсы. Очень круто его тут поджали. Крипы подходят. Он сейчас по Экспингу очень сильно просядет. Он решил тостаться по Экспице. Чуть Райс пытается его найти. Ну... А он вне РНЖ, по-моему. По-моему, тоже мне кажется, что он не достает Экспой. Да. Все как-то опять... Возвращается. Не так хорошо стартует для НП. Эйс, который пришел стоять против Никса. Да, он его не может пробить. Банально, потому что у Никса отличный регинг. 4.1 в секунду. И хорошее количество армора. Но в Фантомке что главное сейчас? По Экспице набрать уровень и полостхитить крипов. С этим проблем нет. Так что... Молодец. Ну да. А в это время на топе Хастаджирот он будет пытаться напрять Чао. И шансы на это у него имеются. Потому что все-таки Милишник в лице Наги не очень хочет стоять против Бэтрайдера. 1 на 1. А саппорты, скорее всего, будут перемещаться. Ввиду того, что агрессивные саппорты также и у Империал. Которые двигаются по карте очень и очень часто. Пошел Смок. Есть Смок от НП. СВГ вместе с 14-37. Сейчас попытаются выйти в спину Шторм Спириту. А у них получится. У них получится, да. Но здесь есть зомби. Здесь есть зомби. Но Бэби Найт, по-моему, загулял. Да, есть подозрение, что действительно загулял Бэби Найт. И отсюда он никак не уйдет. И погибает. 1 на 1. Ну что же. Тоже получше сыграли НП. Да, агрессивный выход. Агрессивный. С другой стороны, так долго был виден этот Шадоу Демон, который вышел из Смока, что Шторм Спирит мог просто уйти в другую сторону. Мог просто по реке убегать. Его бы не закрыли в Дизрапшин. Но он остался. Попытался добить еще одного крипа. Не понял я этот момент. Но, возможно, он просто не обратил внимания на то, что тут появляется Шадоу Демон. Из-под твоего Таура. Разминает здесь Никса. Эйс. Четвертый уровень против четвертого с половиной. Зомби под Кларити тоже выдвигается на ботом. А здесь уже СВГ. Ну, выход интересный, конечно. Только как они собирались убивать, если Шадоу Демон выходил не первый и не прятал в Дизрапшин? Непонятно. Единственное, что понятно, это то, что... Сейчас могут. Да, могут попробовать убить Эндаенга, но он все-таки выживает. ХП у него достаточно. Единственное, что понятно, это то, что у Энви все равно испытывает трудности огромные на линии. 19 на 5 у Бэйби Найта и 6 на 2 у Энви. Нидер из него, конечно. Не, ну его тут вначале очень жестко загнобили. За счет того, что сбили эту фласку, которая не позволила ему вернуться на Амит. Он там потерял по Экспингу очень много. В итоге потом Зомби опять его прогнал. Он даже не поучаствовал в убийстве Шторм Спирита и не получил с этого ничего. У него начало не заладилось. У него начало не ладится практически в каждой игре. Это тоже... Может быть, дело не в начале, да? Дело в Энви. Возможно, стоит задуматься. Опять ловят... У нас Бэйби Найта. Станчик не прошел от Кентаврова. Очень своевременный телекинез от Рубика. И выживает. Ну и у Энви были определенные проблемы с ХП. Ничего не боится Ноя. Ну, зря, кстати, ничего не боится. Получает сейчас Дайкер, Шторм Спирит рядом, есть Дикей, есть Фейт Болт, ну и отбегает Андаинг. Андаинг здесь не умрет. Ну вот этот Солкетчер, который не так часто мы видим у Шадоу Неманов сейчас, его зачастую просто игнорируют. Здесь же все-таки 14-37 его прокачал. Интересно смотреть за противостоянием Никса и ПА. Никс уже получил 6 уровень, так что аккуратнее надо быть Эйсу. С 300 ХП точно ходить не надо. Могут и наказать. Надо принести себе какую-то фласочку или боттл. Это да. Ну что, у Никса с Маной все в порядке. Он может в любой момент к тебе подкрасться и с тычки и подкопа тебя просто убить. Никс вообще вероятность сейчас пойдет на базу, или он будет просто стоять. Он купил себе фласку и он ее несет. С флаской и с infused raindrops он может выжить. Хотя, ну то, о чем я и говорил, в обратном порядке это тоже работает, подкоп и тычка. 300 ХП не становятся большими без фласки. Надо было аккуратнее сыграть, потерять какие-то 10 секунд, но при этом остаться живым. 2-1 в пользу NP. Не похоже на предыдущую карту. Это было просто месиво. Смотри на топ на бетрейдера. Очень интересный выбор ботинка он себе придумал. То есть это манно-тапки вообще. Когда такое было видано. Он сейчас погибнет, помню. Или догорит SVG, пошло лассо, пошел дикей. Да. Все-таки крипов много было у Enchantra здесь и... Ой-ой, Эйс. Они не скомбинили, да? Не попали? Тогда можно ворваться. А, ну там хоста. Там хоста. Там если ломать, то только шадоу демона. Шадоу демон, скорее всего, умрет. Шадоу демон умирает. Но Envy могли попробовать подцепить, если бы не хоста. Это, конечно, очень сильно повлияло. Ну и смотри, возвращается Imperial. Какая-то ошибка от NP очередная. И, таким образом, счет в игре сравнивается. Да, очень быстрые фраги. Там Бэтрайдеру могло бы, конечно, хватить демиджи. Еще буквально секундочку он прожил. Он бы догорел уже SVG. И тогда все вообще бы замечательно было. Там два крипа было у SVG. В любом случае, мне кажется, умирал Бэтрайдер. Проблемы могут быть у него внизу. Сейчас Naught вместе с SVG. Выходит на него и... Нет, не хватает. Он догорел сатир. У него еще 4 стика есть. И Рейнтропы уже откатились. Так что все нормально. Энви. Пришлось потратить Эбинг, чтобы уйти. Шторм Спирит, кстати, имеет 6 уровень. Но врываться за вышку, конечно, не хочется. Мало ли что там есть. Кто-то там подловит. Да и полманы маленькие у Шторм Спирита. Относительно того, сколько стоит у ульта. Поэтому, действительно, ему не хочется врываться. 7 левел у него есть. И это хорошо. В то время как у Queen of Pain 6. Ну, ладно, 6 с половиной. Но, тем не менее. 25 на 8 против 37 на 8. На 10 крипчиков Шторм пока обходит. Хотя, еще, по-моему, недавно ситуация была куда плачевнее для Энви. И сейчас все уже не так сурово смотрится. Играбельно, короче. Ну, даже 10 крипов это внушительно на первых минутах. Это ощущается в виде... Ну, блин, 10 крипов это 400 голды. Это какой-нибудь... Сапог. Кусок, да. Кусок ПТ-шки. Поэтому ощущается так или иначе. Энви прыгает просто по Тауэр, получает 3 тычки. Приходится ему тратить заряд Ботла. Ну, вот не знаю. Что-то вот... Может быть, конечно, да, Энви гангает постоянно. Но какие-то... Я не знаю. Ну, вот как-то странно он играет. Ну, очень странно. Ну, Энви странный был все время. Так что я бы сейчас особо на этом внимание не заострял. Когда он был не странным. Не знаю. Так, проблемы могут быть у Хастаджи Роттана. Ее зайцы про каст. И да. Про каст Клин оф Пейн плюс про каст. Никс Ассасина и умирает таких Хастаджи Роттан. Мы забыли совсем о Бауи, который просто фармит без особых проблем. Его никто не трогает. И такая нага, конечно, будет являться большой проблемой для Империал. Уже с минуты 16-17. Да, если никто не будет ее сейчас останавливать. И она такими темпами получит свой заветный Сакрат, а потом Рейденс. С этим надо что-то делать. Ауи, Риптайдом. Размял Айса. Даггер залетает. Ну, там не так много дэмэджа сейчас. То есть, выход. И задувочка. Не попали. Рейндропы работают. Даггер в ответочку. Вообще ничем не попали по Пашке. Еще один Рейндроп. Ну, ничего не может сделать здесь ПА без поддержки. Приходит сюда Бэтрайдер, но он, скорее всего, просто будет фармить лес. Потому что у него также по артефактам пока не балуй. Ну и смотрим на Творц. НПИ впереди. Причем достаточно уверенно. У Никс Ассина очень много. И у Наги тоже немало. Поэтому сейчас начало... Пашечка, Пашечка, слушай. Там ее могут окружить. Там Никс подошел просто в Виндетте. И выход в смоке. Выход в смоке. Могут найти сейчас СВГ, если повернут в правильную сторону. Либо выйдут в спину Ауи. У Ауи Слипа не будет. Но может сейчас появиться на девятом уровне. Если еще один Крипчик погибнет. Пошел под коп. Разобрались. Появляется Слип. И если цеплять, то только через Лассоу. Успевает кставать Слип. Сторм Спирит залетает. Но это никак не спасает ситуацию. Они просто уходят под Слип. Ну вот ровно появился девятый уровень. Конечно, с убийством по... Ой-ой, прыжок от Шторма. Неужели что зацепит? А нечем зацеплять. Может только замедлять ее. Периодически. И решили отпустить просто. Ну да, даггера нет у Бэтрайдера. Поэтому никак тут не подцепить. Мана быстро заканчивается у Шторм Спирита. К тому же у него вортекса не имеется. И в принципе ганг не удался. Зато в очередной раз умерла Фантомка. Пока очень много работы делает Никс. Просто невероятное количество. Да, Никс уже десятого уровня, если что. В то время как Фантомка имеет только седьмой. У Никса вообще еще. Мидас, Манна Тапки. У него топ-1 на Торс на карте. И это... И это пугает. Да, на 12-й минуте порядка 5000 ведут ребята из НП. По золоту, по XP. Та же ситуация. И Никс, который сейчас очень быстро получит 11-й уровень за счет Мидаса, будет лопать всяких Штормов и Рубиков. Они для него будут вообще на один зуб. Потому что там у саппортов не особо много айтемов на выживаемость появляется. Надо быть аккуратнее. Ставится агрессивный вард. Сейчас зомби. Никс Ассасин в поисках Бэтрайдера. Сейчас зайдет в лес, найдет его. Он видел здесь Куру. Может попробует заснайпить Курьера? Нет. Курьер уже ушел. А вот зомби с 800 хп сейчас... Ай, СН-3 поставился. Знают местоположение Никса. Никсу отсюда лучше улетать. Достов там нету. Есть Досты, а почему не поражать? Решили отпустить просто. Ну, отпускайте. Ну да, далеко находились другие герои команды Империал. И посчитал Хестеджирот, что не догонит. Догонит Никса просто так. Не получится у него его залассосировать. Хотя, в принципе, заюзать лассо после Достов вполне реально, учитывая, что Досты замедляют. Да, я тоже об этом. Ну, может там побоялся подкопа, карапас. И уже не догнать. Ресурсы будут потрачены. Там и Ауи подходил, и, возможно, еще кто-то мог бы прийти. Поосторожничали. Ну и нельзя винить Империал. За это начало все-таки не настолько крутое у них, как хотелось бы. Не достал подкопом. Пошел булыжник в Винайта. Рейндропы из него выбивают. Он выложил перед этим булыжник. Да, боялся, что успеет откатиться и еще заряд потеряет. Но в любом случае у него остался уже один заряд. А не хочется терять. Они все-таки манки дают Рейгену. Причем приличный. Да, выбили из него и Рейндропы. Ну, все не очень радужно. У Империал. Пока они так стоят, ничего не делают. Нага наращивает преимущество, зарабатывает деньги и только этого и хочет. Она говорит, да, стойте, не убивайте никого. Хочу излишек. Да, но 3000 голды у нее сейчас. Это много. Для 14-й минуты. Да, но просто если сравнивать будущую скорость фарма Наги с Рейденсом и Фантомки, то это несопоставимо. Нага, понятное дело, будет обгонять. Причем очень быстро. Да у Фантомки сейчас 3000 нотворца. Это очень мало. У нее почти столько же нотворца, сколько у... Инчи. Инчи, да. Это серьезно. Смаке попробует сейчас найти Ауя. Не находит. Находит только иллюзии. Может быть, СВГ... Ну, находит СВГ. Находит СВГ. Пошел Даггер. Фейдболт. Надо подкопать. Можно поднять Терекинезом, чтобы далеко не ушел. Так и есть. СВГ здесь замучивают. Килл, правда, остается андайингу. Хотя, мне кажется, надо было Эйса подкормить. А то у нее все очень слабоватенько сейчас на карте. Ну да, она в принципе выйдет в Дизоль какой-нибудь и будет убивать людей. Будет пробовать, по крайней мере, убивать людей. Я не знаю, будет ли он эту Дизольт собирать первым артефактом или нет. Пока никаких промежуточных артов он не купил. В Инвизе. Но... Высматривает очередную жертву, но никто не подходит на приятный для Никса рейндж. И пошел искать дальше. Пойдет сейчас во вражеский лес. Видит он Рубика. И Рубик сейчас попрощается с жизнью. Агрессивный вард стоит от НП. И просто в лапы этого Никса идет Рубик. Ну и давай. Зря он остановился. Попадает под копом, понятное дело. Ну и просто затыкал. Два ТП есть. Подходит сюда Бэтрайдер. Можно клацать Карапаса. Карапаса нажатый. Пошел булыжник. Запрыгивает сюда Шторм спирит. Очень агрессивная игра. Ставят стамба, отгоняют СВГ. Ну, придется погибнуть здесь Никсу. Он уровень хороший, поэтому сразу бустится вся команда. Шторм запрыгивает. Маны больше нет. Но замедление проходит по СВГ. Погоня за 14.37. Дезрабшина у него нет. Минус 3 в исполнении Империал за одного Рубика. Отлично сейчас подрались. А где был Энви в этот момент? А вот Энви был. Он сзади там крался. Что-то хотел пободаться. Но его сейчас еще и подтащили. Уходить надо отсюда. Потому что еще бы прыгнула Фантомка с каким-то критом. И это был бы и минус Энви. Но это переворотный момент. 2.500 отыграли сейчас ребята из Империал. Это очень много. Вообще странно немного. Очень мобильная Квапау, который блинк в 4 вкачен. Не оказалось вовремя в файте. Хотя там Соник Вейв зарешал бы сейчас очень сильно. Это минус ПА точно был бы. Шторм скорее всего погиб бы. Ну Энви здесь немного погорел. Райс воткнулся. Не знаю, понял, что в Энви или нет. Ну в любом случае, даже если понял, застов не было. А вот Энви прыгнул и нашел свою жертву. Убил Андаинга с прокаста и ушел отсюда. Убийство совершено. Можно и уйти. В это время просто Ауи фармил. И у него есть уже Сакрат. У него почти Родианс. Через 300 голды буквально появится этот артефакт. А у Энви есть Орчид. Это большой бонус против Шторма. У Шторма на данный момент нет пока ни Юлы, ничего. И он не собирает. Он купил поинт-бустер. Это выход. Скорее всего Бладстоун. Ну ему пока нечем и выйдить Сайланс. Если его будут затыкать, то извини, деться некуда. Да, нужно подумать о том, чтобы все-таки приобрести Юл. С другой стороны, Шторму с ПТ и Юлом тоже не очень хочется бегать по карте. Это так себе. Закуп. По мане будет проседать очень сильно, не сможет ничего делать. В принципе, в замес будет прыгать и мана почти сразу будет заканчиваться. Но что-то нужно придумывать. Против Арчида, конечно, он таргет номер один сейчас для этого артефакта. Вообще Арчид отличное приобретение для Квапы. В конечном итоге еще заградится на Блаторн и будет вешаться на ПАшку. Появляется Радианс. 18-ая минута. И Ауи начинает игру. Да, Ауи сейчас должен разводить иллюзии по всем сторонам. Подфармливать Лиса, Лейны. Падает вышка в Медле. Помогает ей Бэтрайдер. Бэтрайдер. Добивает вышку. Что у него там? Даггер есть. 1500 на руках. Может быть в Форстафе какой-то появится. Никс. 11.5. Снова находится в Виндетте. Правда, она заканчивается уже. И не так далеко. Аганим. Медас есть. Пойнт Бустер есть. Став уже приобрел. Потому что я думаю, в ближайшие 5 минут нужно появиться. Айс все-таки решил приобрести себе Дизоль. Несмотря на то, что у него 900 хп. На 11 уровне все же дэмэдж отважная штука. посчитал он и купил себе этот артефакт. А Рошана собрались? Почему бы и нет. Это неожиданный момент. Да. Заход на Рошана. Начинают его бить. Лайфсилы здесь, конечно, какого-то не хватает. У ворот хороший, но через зомби сейчас попытаются. Зомби спаливаются нормально. Ис при этом дэмэджи не получает. По Рошану уже нет. Да, и у Эйсу, конечно, не хватает немножко критов. Хотелось бы ему критовать побольше. Критует даггером. И Рошан падает. Рошан падает. Заберет Таигис себе Шторм Спирит. 20-ая минута. Неплохо. Этого явно не ожидали сейчас НП. Но у них по-прежнему нага. У них нага, и у них 5 товаров внешних стоит. А у наги уже Радианс. Вот этот момент очень важный. И сейчас, в принципе, что забрали Рошана и Империал, что не забрали. Может, попытаются как-то его реализовать. Сейчас пойти массово подраться. Пока все-таки Аегису Шторм Спирита две жизни. Хотя, если его первый раз заберут, что и зорчат. Не знаю, вот ты идешь драться, а куда ты пойдешь драться? От тебя враг убегает. Ты идешь на какой-то Тауэр, враг будет тебя сплитпушить. Тауэр на топе надамажный. Т2 реально наполовину мертвая. Поэтому идти забирать какой-нибудь Т1 внизу не очень хочется. Идти забирать Т1 наверху, тебе придет на бот этот Тауэр и на бот снесет Тауэр. Там тоже не очень много хп. Поэтому неприятная ситуация сейчас у Империал. Они, конечно, пытаются. Вот даже в лес вражеский залетели, но никого тут найти не могут. Да, Форстаф Даггер есть у Бэтрайдера. Мобильный. А вместе со Штормом если цепляет какой-то таргет, скорее всего, забирают. И Эйс, у которого очень мало сейчас здоровья. 600 всего. Его сейчас Сенвю, если честно, может похоронить. Если он подойдет сейчас чуть-чуть ближе. Сейчас будет стычка, скорее всего. Ноя находит подкоп Импетусы разобрали. И надо бежать отсюда. Без зомби драться, я думаю, не стоит. Все-таки это и ты тамба, и хил. Лучше разойтись, да? Да, опасно. В это время на топе сплитпушил Ауя своими иллюзиями. Сам он находился тоже внизу. Но этих иллюзий хватило для того, чтобы продамажить еще сильнее Таур. 200 хп. 200 хп. Ужас какой. Приходит сюда ПАМ. С фармом все по-прежнему плохо. От Тенчи он, конечно, оторвался, но ура, ура, да. Тут такое себе событие, когда ты в мейнкере. Появляется колечко Регина. Что он будет делать? БФ какой-то? Или это Вангвард и выход в Абисел? Вариант фу ему. Может, это Линка вообще какая-то? Ой, Линка. не нужна здесь. От Блокторна на будущее. Ну, лучше мантову собрать. Я не знаю. Шаглафин. Да, лучше смотрится. БФ расправляться с иллюзиями, разве что. Побыстрее фармить. Не знаю. Проблемы могут быть сейчас у Эйса. Бежит за ним нохт. Но он сейчас увидит также и Шторм Спирита, которого тоже может попробовать убить. Шторм Спирит. Заткнули Орчедом. Бэби Найт что-то заметался и в итоге погибает. Да, запрыгивает. Точнее, закидывает даггер ПА. Бэтрайдер рядом. Шторм. Показал Виженом. Пошел флеймбрейк и все, по-моему, разойдутся. Я думаю, нырять туда не стоит. Стянулись. Молодцы. Все это время зомби даже не делал ТП. Хотя, куда делает? Т2 упала, через Т3 лететь ты не успеешь файт. Зомби делает Мидас. Он понимает, что эта игра будет долгой, поэтому он решил себе приобрести актефакт, ускоряющий его фарм. Ну, на топе сконцентрировано основное внимание команды НП. Только Ауи в лесу в своем фармит крипов, все остальные так или иначе на топе находятся. У Ауи очень много для 23 минуты. 12 тысяч нетворца, почти 11 с половиной. Ужас. Аганим появляется у Никса. 24 минута. Очень ранний по сути. Классно отстоял свой лейн. Имеет нетворца больше, чем у ПА. Да, но ПА к нему приближается. Вообще, учитывая, что Никса Ассасин был топ-1 по нетворцу, у него был там 6700, сейчас у него 8000 минут за 15 АПА, к этому времени уже подсобрала себе несколько артефактов. Сейчас весь фарм будет Нага забирать, Никсу особо рассчитывать и не стоит, но то, что он еще где-то что-то достанет. Есть ПА и есть Нага. Это герои, которые будут забирать всю карту. По большей части, конечно, Нага. Никс будет заходить в лес периодически кидать медасик, на этом будет строить свой Нетворс. Ну и соло-фраги, если выцепить кого-то. Ну да, Никсу не особо-то не нужно фармить, он не просто так Ассасин называется. Хотя Фантом Ассасин, и хочется пофармить. Вот тут. Сам себе противоречу. Умирает Хэстеджиротен. Боже, ну какой подкоп. Ну что это такое? И просто два крита в лицо сейчас Энви. Такого он явно не ожидал. Умирает здесь и Ногт. Ну, Ногт сыграл очень плохо в этом моменте. Они как-то разделили свой дэмэдж. Один в одного ворвался, другой в другого, и в итоге померли оба. Там ситуация была такая, выбегает этот Ногт, дает удар Вейса, и начинает закапываться. То есть вместо того, чтобы просто сделать бараустрайк, он закапывается зачем-то, конечно, отходит ПА, отпрыгивает, и все. Не получается убить так просто. Энви, я думаю, сам растерялся в этом моменте. Подумал, что? Ну, Энви растеряли потом двумя критами. Вот эти 15% шансы, когда кидается даггер, и сразу же блинг, ты получаешь просто полторы тысячи урона из ниоткуда. И вот вышка падает. Первая вышка за долгое время для Империал. В меду они сносили вышку совсем на ранних минутах, но она датпшится на базу, потому что в это время уже подпушивался топ. В Т3 подходили крипы. Да, там много времени не теряет. Только появляется свободная минутка, она тут же начинает насаду. 1300 у нее до октарина. Появится БФ сейчас, пачка крипов и закупается. БФ это хорошо против Наги, то что нужно. Он регина немного дает, то есть даже тебя раздамажили сейчас радиансом. Потихонечку регенишься. Скорость фарма вырастает. В лесу загулял Рубик, ставил Ланвижен и получил по лицу за это руны инвиза. Бэтрайдер. Будет прыгать на Энви. Энви в лассо. Правда, по-моему, а, ну вот шторм может запрыгнуть, надо подтаскивать Энви, получает сайланс, Энви просто упрыгивает. А как же так получилось, что он его не стал цеплять вортугсом сразу? Пожадничал, пожадничал до последней секунды, решил подождать. Зря, мне кажется, дэмэджа хватало, еще бы там стак один упал на Энви, и на Firefly он стоял и погиб бы, скорее всего. Да, именно так и произошло бы, но с одной стороны решил сыграть на Верочку, знаешь, типа вот тютелька в тютельку, но Энви. Ну ты бы, если даже потерял, ты имеешь шанс его поймать даже после блинка, ты за ним прыгнешь. Что там, наверное, не хватило возможностей и сайланс кинуть, и отблинкаться, а так, когда его отпустили, увидят, что у него еще там 100, 150, 200 хп есть, он начинает спокойно еще раз скидывать. Ладно, появляется Октарин Кор у Наги. Сейчас Ауиза Раш термант оставил, скорее всего. Ну, Нага будет потихонечку приближаться к своему капу. К чему она будет приближаться? Ну, кап, где-то максимальный. А, все понял. Ты капу уже... Да, я сейчас... С Майлик ты сейчас вырисовался? Не понял этот момент, ну, я... дитя интернета. Для меня капа значит только одно. Так, проблемы могут быть у Ноя в Миду, но... Шторм забрыгнул. Тут же слип. Бебинайт. Кого будут разбирать? Ну, разбирать надо Ною, дать ему рептайт, он тут же склеится, там бус сломали, пошел Sonic Wave, сбрили зомби, затыкают Эйсы, импетусы полетели, там Бебинайт, кстати, в Блэкинг Баре начинает разбираться, Эйс погибнет, скорее всего, пытается жука запилить, но это худший таргет, потому что у него там очень много армора, вытаскивают Энви, Энви больно, решили Вортекс потратить сразу сейчас, Энви просто уходит в блинка. В прошлый раз они решили на последней секунде, здесь же он его схватил просто в ту же секунду, как его цепанули в лассо. В итоге два дизейбла закончились одновременно, и Энви просто ушел. Ну, знаешь, при всем приятном драка-то нормально прошла для Империал, несмотря на то, что начинали НП, отбились вполне себе достойно, да, потеряли мейн керри, но... Вот да, если бы не потеряли ПА, все вообще бы замечательно было. Ну и Шторм, конечно, 10-секундный Блэкинг Бар прожал сейчас. Меньше и меньше с каждой каткой будет. Зато он теперь не очень удобный таргет для Энви. Его так просто не остановить. Ну, заряды в Латсон зато появились уже пятнашечка есть. Да, пятнадцать Блэкинг Бластов нах, это очень приятно для Шторма. Для Шторма что он будет собирать себе дальше? Хекс какой-нибудь или... Или тоже Орчет? Ну, скорее всего, Хекс. Орчет поздновато уже собирать, просто да, конечно, ты хочешь Блэд Торн, но тут не особо против кого Блэд Торн собирать. То есть, Нага с Монтой будет в любом случае не поможет. Некого сдыкать, некого. Да. У Куин оф Пейн БКБ уже есть. Кстати, девятисекундные тоже. Да, но могло все лучше пройти для ЭНП, просто ульта в молоко была от Квапы. Она дала ульту еще в момент того, как был слип. Поэтому дамедж не нанесся, он, возможно, нанесся только по Ной, который и так там умирал. По Шторму дамедж вообще не прошел. поэтому бывало и получше. Рубик в Вендетте. Ого. Бегает ищет. А плюха вот тут с руки. Нэ. Да. Найдет ли кого-то? Нет, не найдет, потому что два героя находятся на топе у ЭНП, все остальные в лесу со стороны Энжи. Просто не найти. Нохта выбирает себе цель. Помингал, что-то только что видел здесь Хестедж Ротана. Появляется Рошан через несколько секунд, но в это время Эйс на топе. Отбивается от крипов, отбивается от иллюзий, поэтому так быстро он среагировать не может. Зачем-то нажал досты сейчас. Ноя. Но здесь подавно не было Никс Ассасина. Ну а вдруг, вдруг есть. Появляется Рошан. Иллюзии должны это зачекать. Сейчас никто не пойдет на проверку. Идет на проверку Сатир. Сатир видит Рошана и говорит, ребят, он на месте. Ну и ребята из Империал должны сейчас выдвигаться. Они вроде как в ту сторону и идут. Хочется, конечно, Блэкинг Бар в Фантомке да и 16 уровень дофармить не прочь. Все-таки третьи криты мощнее вторых. 110% лишнего дэмэджа добавится к криту. Но тем не менее ребята из НП могли бы забрать тоже Рошана, но они не хотят этого делать. Хотя под Энчантрас забирать Рошана самое оно. Да там стрёмно империал будет забирать Рошана. Слип есть у Наги. Всегда тебя могут остановить, спионерить у тебя Рошана, тратить Блэкинг Бар перед убийством тоже не особо хочется. Как бы лишние секундочки. Тем более когда он 9-10-секундный Блэкинг Бар совсем жалко отдавать. Так, ну что у нас намек на очередную стычку или будут эвейдить драки ребята из НП? Пока не понимаю. Катапулит разрушает вышел подкоп. Вейс врываются. Есть Соник Вейв. Очень больно. Ему прожимается Меха. Ну и Шторм Спирит атакует. Ник закопался. Вгрызается в Энви. Но Энви в Блэкинг Бар пытается поломать Тамбу. Тамбу сломали. Энви потащили. Энви неприятно. Залетают импетусы. Спрятали в Дизрапшин. Энви пока живет. Энви откидывается догерами. Пошел Иллюзии от Наги. Вряд ли отсюда уйдет Рубик. Пока один в один размен. А уже один в два. Да, и продолжают выжигать Беби Найт. Сеточка пошла на Старжуротова. Начинают его травить. Импетусы залетают. Он застанет Карапасами. Очередной Рептайт. Беби Найт должен отсюда в теории вылетать. Беби Найт запрыгивает на хайграунд. На нем там яд и урна висела. Ушел. Но один в три понимает, что драться им становится нечем против НП. Юзается Слип. Сразу выносится Тамба. И что делать дальше? Они Нагу не могут убить. Она слишком жирная для них. Она постоянно скидывает себя. Все, что можно ее хилит. Это Токторин. Это еще до появления. Вот Манта Стайл сейчас появляется. Это еще больше иллюзий. А когда появятся какие-то диффуза там, ну вообще мрак будет. Я не знаю, что там будут делать саппорты. Какой-то Рубик рассыпется моментально у того же Вроде как 1200 здоровья неплохо, но Нага будет ломать это моментально. А тут вообще легко убить у НП только Шадоу Демона. Потому что тот же СВГ его бить крайне тяжело. А его вообще невозможно бить. Он залез в свою ямку. У него там сумасшедший просто реген. Он периодически нажимает еще карапасы. Те не особо хочется его бить. Ну и пока ты его колотишь вокруг-то происходит экшен. Он еще подкапывает. Карапасы, Манаберн. По нему еще и Вижен нужен всегда. То есть это очень трудный таргет. И Венчантрас также тяжело забить благодаря ее пассивке. То есть много демоджа нужно в нее влить. Магического в первую очередь. Но попытаются сейчас Империал забрать Рошана. Если у них Рошана не получится забрать, мне кажется, игра на этом может быть закончена. Да, это будет переломный момент. такой уже окончательно переломный. Надо бежать с Рошана определенно. Уже не дадут его здесь в обиду ребята из НП. Опять же, Слип уже у ноги откатился. Прохарасить его и отдать НП тоже не хочется. Начинает падать тампа, там иллюзии. Она по таймингу упадет. Сами ребята из НП тоже не горят желанием заходить в Рошпит. В это время у Империал подпушивается топ крипами, но туда быстренько прилетает Шторм и это дело все забирает. НП, почему вы не хотите забрать Рошана? Да, у вас демеджа немного, но, блин, у вас есть Инчантрас. Вы с Инчантрас можете забрать Рошана? Не знаю, почему-то не хотят. Я тоже удивлен, что вроде отогнали, видели даже, что там не будет в ближайшее время, а там больше ничего особо страшного в Рошпит нет. запрыгнет бэтрайдер, его там можно всегда подловить какими-то карапасами, у них же может вкопать свою жало рядом. Может считают, что им даже не нужна это... Может быть. Чувствуют то, что преимущество и так уже неплохое. Но оно неплохое, 7500 по золоту. Да, МП 7500 по золоту ведут, а империал 7500 по опыту. Вот это интересный момент. Да. Слушай, я не думал, что империал ведут по опыту. 17-й, 17-й, 16-й, 11-й, 12-й. Ну да, тут видно, что у них нету. Да, это интересно. Эйс, у которого определенные проблемы по игре. У него 17-й левел. Ну, видимо, за счет фарма с БФом, за счет того, что он много получает. Чуть-чуть отпушил он верхнюю линию. Сейчас скрипы уже на стороне Дайров подходят к Т1 Тауру, а в этот момент падает Рошан. На 35-й минуте все-таки НП его забрали. Решили, что он не помешает. Да, а Егис достается Энви. У него теперь две жизни. Гем в кармане у него. И даже если в один раз заберут, кем-то чудом вытащат нам через Блэкинг Бар заколотят всеми возможными силами. Второй раз я не знаю кого будут убивать. Контроля тут не так много. Телекинез, Шторм и Бэтрайдер. Через БКБ работает только Бэтрайдер. Да. Оттягивает момент своей смерти мне кажется Империал. Ну тут может повезти если БКБ убит себе Фантомка и просто там с трех критов подряд убьет Нагу Сирену. Такое тоже бывает. Но у Наги Сирен почти есть бабочка. Странно, что Виндлейс остался в стэше у нее, а Гем она выложила. Там Гем есть у Куин Оф Пейн. Да. Энчант раз пытается собрать Оганим себе. Ну и скоро у нее это получится. Ну еще долго 2500 все-таки фармить и фармить у СВГ. По Нетворцам он четвертый снизу. У него всего 7500 ему сейчас надо 2500 выформить. Хотя с учетом того, что тебя не убивают просто бегаешь по карте и фармишь лес. Это небольшое ходит куда-то дальше своего Т3. Разве что Бэби Найт может себе это дело позволить. Все остальные герои борются с иллюзиями Наги, которые очень и очень сильны. Сейчас выход Хестеджеротана на ближайший кемп, чтобы фармить крипов. Но за речку на ней выйти уже совсем не могут. Об этом даже они наверное и не думают. собрались внизу ребята из НП. Возможно попробуют сейчас кого-то убить, но никто не выйдет. Ну Егис хочется наверное как-то реализовать. Нага сюда подлетает, бабочка уже готова, можно начинать осаду иллюзиями. Вот кроме дропнуть чевенлейс, собрать туда тараску и по сути готово все. Заходи и осаждай. Ну да, разбивать иллюзии тяжело. Конечно этим занимается фантомка, делает она это неплохо, но так или иначе есть определенные трудности. Тут их много подходит, вот они начинают коцать вышку. Вроде там каким-то тоже 10 хп отбавляется, но когда колотят 3 иллюзии по 10 хп, а иллюзии идут бесконечные, просто еще, еще, и там они идут, идут, там же Disruption, Mantestile, все это дело под гитарином. Я не понимаю, почему настолько боятся NP зайти на хэкграунд, то есть они хотят вышку забрать, а потом заходить. Может быть, может быть причина в этом. Иллюзии бегут, 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 гоняют еще и Рубик, Райж, смотри, как ему неприятно просто, если бы там еще и рептайт был, то он бы вообще на грани был, склеится. Это да. Ну что ж, пуш иллюзиями не закончится никогда, потому что либо иллюзии появляются из монты, либо из спла нагии, либо из Disruption вообще. Да, падает Таур, от дефти никак не получается. Ну что, ну рейнжовый барак теперь? Ну давайте подеремся, хочется посмотреть драку какую-то. Мы понимаем, что иллюзии выиграют с эту игру, если не выходить с хайграунд, да там уже отправляют их по медлу и по топу стараются как-то довести до вышки. Подкопникс вообще крипам не дает спуститься. Очередной пак иллюзий и на рейнжовый барак, который уже 300 с небольшим хп потерял. Ну да, в такие моменты конечно хочется написать в общий чат, вы так и будете играть, но вы собираетесь что-то делать или нет, но... В общем даже непонятно кому это писать, вроде как и... Ну, для НПит все идеально от вышки им зачем заходить, но империал должны понимать то, что если оставить все в таком же русле, ну потеряете вы все Т3, потеряете все рейнжовые бараки, лейны будут к вам пушиться, нага уже практически с Тараской, кираса появляется у Куинов Пейн, еще какой-то дизолятор добрать, сделать тычку по бараку и он будет осыпаться вообще моментально. Всегда можно Т4 начать забирать. Да, Т4 мы вчера помним, то, что и такое было. Все, рейнжовый враг, первый пал. Не хочется бесконтактную доту смотреть, давайте подеремся, дорогие друзья. Fight me. А контактов не очень хотят. Вот вообще не хотят, знаешь, какой-то... Еще я иегис кончился. Не сильно реализовали. Какая-то миличный барак начинают уже бить. Слушай, там надо фортификейшн нажимать, потому что миличный барак тоже очень быстро падает, у него уже пол хп нет. Засканили. Иллюзию. Иллюзия проходит. Крипов не выпустят с базы. там кого-то зацепили, слушай, Никса убили. Неплохо. Хоть кого-то. Да, там даггеры и моментальный удар. Я не отходю к ритке. Ну, не... Конечно, отойдут НП. Никса потеряли, да? Ну, а куда им торопиться? Да, им вообще некуда торопиться. После такой первой игры можно никуда не торопиться. Вы себе выиграли лишних там минут тридцать спокойно. Ну да, у нас следующая игра в любом случае по таймеру стартует через 35 минут только, поэтому можно потусить. Стаджеротен в поисках. Не успел, он не успел. Теймбрейк летел, только сейчас ТП не сбивает, поэтому это скорее всего рефлекторная реакция. ты еще не особо запоминаешь то, что теперь не сбивает ни касты, ни ТП. Ну да, еще бы Рубик что-то мог сделать, конечно, но у него нет ни форса, ни даггера. Ну ничего нет, у него арканы и стики, 3000 нетворса, он скоро для Наги станет, ну сейчас уже еда, если вдруг там три иллюзии доберутся, они Рубик съедят моментально. Да, ну что остается, Муншард, по сути, Наги, и все, что ты еще упакуешь, 6 слотов имеется. Ну, Грейджин и Травула. А ну да, ну тут уже такое, там размотали иллюзию через лассо, Никс крадется, даже если он найдет Эйса. Витя, просто не получится, БКБ есть уже у Фантомки. Подкоп, Бэви Найт, Сайлант, заставляют нажать БКБ, там Эйнг уже замахивал со своим Соник Вейвом. Опять осада. В осаде. Совсем скоро появится Рошан, он появляется где-то на 8,5 до 8,5 минут, поэтому в принципе достаточно ранний будет Рош Шторм. Слушай, а могли подкопать? Я думаю, просто растерялись сейчас НП, они этого не ожидали, подумали, возможно, что баг какой-то. Потому что обычно Шторм пролетает и уже в какой-то момент утопается на базу. А тут он остановился. Опять полбарака сбрели иллюзии. Следующая партия подходит. Волка отстрелили. Он тоже очень хотел укусить барак. Он такой поднимается на хайграунд. Так бы Трайдер запрыгнул. Икса зацепили. Тут же слип. Тут же слип. Да, в Блэкинг Баре кто-то запрыгивает. На ауи-ауи пытаются зафокусить. Пошли импетусы Вейса. Соник Вейв. Он еле живой. Прыгнул. Инча добивает его Бэби Найт. Блэкинг Бар закончился. Там Энви просто бегает и раздает Даггера. Надо бежать отсюда. Импетус Зомби. Зомби пытается уйти. Зомби уходит. Ну и у главного керри нет Байбэка. Вот в чем проблема. Ауи заходит. Пошла сеточка на Бэби Найт. Ему приходится отпрыгивать. Можно идти в барак. Это уже не иллюзий. Это уже настоящие герои. Барак падает очень быстро. Сайлансом заткнули. А Блэкинг Бар уже откатился. Да и Бэби Найт все равно погибнет. Потому что мана у него нет. Денается ладстоуном. Байбэка у него тоже нет. Переключаются на вторую сторону. Я думаю что ГГ вряд ли получится как-то камбэкнуть. Скорее всего мега крипы будут к появлению шторма. А знаешь начиналось все неплохо. Очень много дэмэджа получил Ауи. Почти половину хп ему снес эйс во время замеса даже больше. Но слишком много сейва конечно от НП. Потом смотри отжался слип Актарин начал жестко регенить потому что дэмэдж пошел по всем с Радианса. Слип он не носил. Ну и в итоге опять же УПА закончился Блэкинг Бар там если что и бабочка и Радианс у ворот тоже бешеные дэмэдж не так просто нанести. В итоге подкопали остается без маны Good Game Well Played пишет Бэби Найт и счет 1-1 Касарь свой Энви забрал с этой встречи. После такого жесткого начала встречи после такой невероятной первой игры от Imperial НП переворачивают наше видение этой командой и выигрывают вторую. Перемудрили как по мне Imperial вот с этой ПАшечкой когда ее взяли не знаю не особо она зашла подрезанный вот этот дайгер когда она не может нормально фармить опять же такой крутой линии не получилось зомби как хотелось наверное и в итоге ну опять же крутые действия от Никса начальной стадии игры и SVG своими крипами тоже кипиши много навел в начале то есть то есть вот может быть если бы был другой кири то все получилось бы но то есть ну 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 ну